Интервью на Радио Спутник Прошедшие 20 лет вместили в себя множество событий. Какие-то изменили этот мир навсегда. Их отголоски мы чувствуем до сих пор. 11 сентября или кризис 2008 года. Что-то уже стерлось из памяти, было забыто, как страшный сон. За 20 лет огромный шаг вперед совершил технический прогресс. Скоростной интернет, смартфоны, социальные сети и мессенджеры. Без всего этого большинство современных людей свою жизнь теперь не представляют. В то же время, 20 лет – это достаточно небольшой срок для того, чтобы фундаментально изменились человеческие ценности. Субъективные итоги двух минувших десятилетий в свободной форме подведем вместе с профессором Московского педагогического государственного университета, доктором исторических наук Василием Цветковым. Продолжим экономику. Я думаю, нельзя не упомянуть. 2008 год – мировой финансовый кризис, который развился из-за потечного кризиса в США. Каковы были последствия? Какие экономики не смогли пережить его? И чувствуем ли мы его отголоски того кризиса сейчас? Конечно, кризис был серьезный. Кризис такой, что, опять же, если говорить о его природе, о его причине, это ипотечный кризис, ипотечный пузырь его еще называют, раздутый. Если посмотреть на его истоки, то, по сути, это все тот же самый вопрос общества потребления. Выдуманная, на мой взгляд, панацея, опять же, некая от всех бед. Я, перефразируя Косыгина, мог бы сказать, что ипотека и развитие жилищного строительства не может являться панацеей от всех проблем в экономике. Потому что строительство жилья, как бы, безусловно, позитивно оно не выглядело, это важный, безусловно, вопрос, но это все-таки именно тренд общества потребления. Потому что ипотека, подкрепленная еще и реально работающей базовой, условно говоря, экономической моделью, то есть это машиностроение, прежде всего, это и переработка сырья, не только его добыча, да, ну, в общем, глубокая такая переработка, да, и все это вместе взятое. Вот в какой-то степени, наверное, это могло бы стать подушкой безопасности в случае, когда слишком перегретым, чересчур перегретым оказался вот этот самый ипотечный рынок. Но что было, то было, потому что, опять же, мы здесь видим, что, может быть, последствия экономической модели, ориентированной на принцип, что есть страны-производители сырья, добытчики-производители сырья, есть страны-производители, допустим, какой-то машиностроительной продукции, а есть страны-потребители. Есть страны-потребители и производители, там, в лучшем случае чего, там, интеллектуального капитала. Но вот такое разделение, я думаю, что все-таки оно не должно быть, там, каким-то глобальным стопроцентным. Любая страна, опять же, если мы посмотрим историю нашу, это страна, в которой могут и должны существовать все три вот этих сектора. То есть и добыча, и переработка, и потребление, и, конечно, интеллектуальный капитал, развитие технологий и так далее. Потому что без собственных, безотечественных, без национальных технологий копируя исключительно, там, чужой какой-то опыт, далеко не уедешь. Даже Япония, если мы возьмем ее становление экономической модели второй половины 20-го столетия, да, изначально это были копирования каких-то уже существовавших американских, в том числе, образцов техники, технологий, но потом произошел огромный рывок, качественный рывок вперед в развитии именно собственных технологий, собственных мозгов. Копировать чужое, конечно, проще, может быть, дешевле, но это не дает прогресса, это не дает тренда развития. Но сейчас, кстати, не сказать, что Япония занимает, например, какой-то приличный процент рынка тех же, например, смартфонов, которые вошли в нашу жизнь просто безвозвратно за минувшие 20 лет, смартфоны, планшеты, скоростной беспроводной интернет, мобильный интернет, социальные сети, мессенджеры. Если оглянуться назад, да, казалось, что выросло уже поколение, которое не знает, что было иначе. Вот насколько технологий, насколько прогресс продвинул качественно и общество, да, и экономику, в принципе? Безусловно, продвинул. Вот здесь мы можем говорить действительно о таких фантастических, на мой взгляд, во всяком случае, темпах роста, темпах развития технологий. Потому что если посмотреть там тоже интернет, вот как вы упомянули, 30 лет назад, 20 лет назад, 10 лет назад, это такие огромные скачки, рывки, вот буквально в смысле слова. То есть, опять же, позиции вот развития каких-то новых технологий, новых моделей, новых программ. Наверное, другое здесь уже вот встает в качестве такой более глобальной проблемы. Эта проблема, кстати сказать, она, опять же, была обозначена еще нашими советскими учеными тоже 80-е годы. Я все время здесь хочу, наверное, такой-то исторический экскурс назад представить. Проблема была обозначена следующим образом. Развитие технологий, в том числе информационных технологий, которые вот как раз позволяют человеку, существенно облегчают его возможность усвоения того или иного материала, да, предоставляют ему информацию. Причем мгновенно, в довольно большом объеме, эта информация ему предоставляется. Вот тут возникает вопрос об осмыслении, о переработке вот этой самой информации. Потому что мозг человеческий, вот его условно такое психофизическое, психофизиологическое устройство, в отличие от этих технологических прорывов и рывков в интернете и этих перемен, да, оно-то практически не изменилось с момента вообще появления человека, с момента создания хомо сапиенса, да. То есть вот он каким был объем головного мозга, да, в общем-то у человека он такой и остался. Там весь вопрос в том, вот, чтобы этот огромный массив, огромный поток этой информации осмыслить и, самое главное, разобраться в том, что для тебя является более приоритетным, что менее приоритетным. И здесь мы с вами выходим на другую проблему глобальную, тоже не менее глобальную. Это проблема развития образования, проблема системная, проблема развития подготовки детей, школьников к взрослой жизни. Потому что, опять же, вот, к сожалению, на сегодняшний день мы видим при, ну, безусловно, огромном, наверное, таком масштабе информации, которая обрушивается на мозг наших детей, да и на наш мозг, в общем-то, взрослый, думаю, тоже, мы, к сожалению, практически не в состоянии эту информацию переработать. И получается, на мой взгляд, какие-то дикие совершенно фантомы, когда при изобилии информации фактической осмысление ее остается на уровне какого-то вот такого примитива, что тут даже 20-й век нам, в пример, годится с точки зрения развития тех же самых философских, социологических, политологических проблем. Вот осмысление, к сожалению, не наступает, не настаёт. А где должны это мучить? Где человек вообще получит навыки вот этого обучения? На мой взгляд, только в школе. Только в школе и в учебных заведениях. Родители сами по себе, ну, вряд ли научат ребенка больше того, чем знаменит сами, да? Это старая истина, это уже об этом что разговорено. А вот система образования, качественная система образования, не количественная, а качественная система образования, это тоже глобальная проблема, на которую нужно, и чем скорее, тем лучше обращать внимание. Сейчас будет неожиданный переход от высоких технологий к церкви. Вот так вот я решил соединить, но, тем не менее, исторические события происходили, и нельзя о них не сказать. В 13-м году Папа Римский Бенедикт XVI отрекся от престола – это третий случай за всю историю, а предыдущий был шесть веков назад. То есть в новейшей истории это абсолютно беспрецедентно. Можно это назвать свидетельством какого-то кризиса в Римской католической церкви, и что к этому привело, на ваш взгляд? Ну, это, наверное, не просто кризис конкретно в Римской католической церкви, а это, наверное, просто проявление того, что глава церкви считает для себя возможным принятие подобного рода решений. А чем оно было продиктовано? Ну, в общем-то, это хорошо известно, это физическое состояние, прежде всего, физическое состояние человека. Но при этом он до сих пор здравствует. Ну, тем не менее. Вопрос в том, насколько активно он мог бы возглавлять церковь, во всяком случае, так, как он сам бы представлял себе это возглавление. Здесь важнее, на мой взгляд, другое. Здесь вот эти процессы модернизации, о которых вы вначале сказали, да, технологии в том числе, они действительно создают иллюзию определенную тоже, что вот все проблемы решаемы именно за счет техники, именно за счет технического прогресса. И опять же, если мы обратимся к историческому опыту, к историческому прошлому, у нас подобного рода иллюзии, по-другому их не назову, они уже были. Они уже имели место, допустим, у нас в Советском Союзе в 60-е годы. На рубеже 50-60-х годов, когда вот был такой очень-очень ярко выраженный элемент веры в технический прогресс, которая полностью вообще должна заменить собой веру в Бога. И вот эти замечательные песни, там, «Мы на Марсе будут яблони цвести». То есть вот такой вот примитивный, очень примитивный подход в сознании людей, он потом оборачивается тем, что существенно возрастает вот этот вот элемент отсутствия нравственного критерия, отсутствия нравственного порядка в оценке тех или иных событий. Опять же, вот то, что мы о чем уже говорили сегодня, это вот такой потребительский подход к решению всех проблем. То есть достаточно тебе нажать кнопку, и все сразу случится, все сразу произойдет. И природы бояться не нужно, и Бога бояться нечего, да, и вообще никого бояться не надо, кроме, может быть, там, не знаю, какого-нибудь двасчастного соседа, не только по лестящей клетке, но и по стране. Сосед какой-нибудь, какая-нибудь бедная страна, которая вот у тебя хочет забрать твое богатство в виде там тех же самых террористов условных. На самом деле все гораздо сложнее. Все гораздо сложнее, потому что есть пределы познаваемого, есть пределы, которые человек, наверное, никогда не перейдет. И это не мое мнение, это мнение очень многих ученых. То есть есть предел осознания масштаба Вселенной, и есть все вещи, которые при всем прям глубочайшем там техническом прогрессе человеку просто невозможно осознать и понять. Даже интеллектуальный вот этот вот искусственный интеллект все равно какие-то вещи решить не сможет. И вот то, что находится за гранью понимания, вот как бы это ни называть, там, будь это божественное предопределение, будь то какой-то там другой мир, будь то там какие-нибудь пресловутые инопланетяне, или еще кто-то, или еще что-то, да, какие-то другие невезенные цивилизации. Но все равно вот есть определенный предел осознания, и нужно это понять, и не пытаться выходить вот за рамки этого, да, потому что, опять же, в любой науке, в любой науке есть еще масса белых пятен. Ну, чтобы быть более понятным вот в этих всех вещах, я просто хочу сказать, что вера в Бога, она никогда не уходит. И безотносительно к церкви, безотносительно к конфессии даже, я бы сказал. Василий Жанович, и в конце, допустим, мы представим, что у молодого человека до 35 спрашивают, кого бы вы назвали человеком, который внес больший вклад в человечество вот за минувшие годы? Достаточно большой процент, как мне кажется, назовут кого-нибудь типа Илона Маска и людей, да, вот из мира высоких технологий, Стива Джобса. Вот вы, как историк, в более широком ключе могли бы выделить какие-то личности, которые сделали для этого мира много за минувшие 20 лет? Вот тут я все-таки не могу согласиться, может быть, с такой вот четкой именно постановкой вопроса, именно с последним 20-летием. Почему? Потому что и те все, кого вы перечислили, и кого бы там можно было бы еще назвать, да, вот именно на данный момент, на сегодняшний день, все-таки это люди здравствующие еще. Нет, почему Стив Джобс уже умер? Ну да, ну я имею в виду вот Илона Маска, того же самого. Вообще историк все-таки он должен говорить больше о тех, кто уже отошел в мир иной, и уже никак больше, так сказать, на данные, на наш земной мир никакого воздействия не окажет. А вот роль этих людей, ну она действительно, она в большей степени, наверное, это удел политологов их как-то оценивать, потому что, опять же, отмечу, что не все они еще свою речь, как говорится, произнесли до конца, и что-то они, может быть, еще и сделают. Или хорошее, или плохое, мы не знаем, что будет впереди. А вот из тех, кто уже ушел, да, вот и людей, которые, на мой взгляд, и оказали, и могли бы еще, несомненно, оказать влияние вот на наше представление о мире, я назову нашего соотечественника. Дмитрия Сергеевича Лихачева, академика Лихачева. Опять же, по-разному там к нему многие люди относятся, но, на мой взгляд, это тот пример как раз человека, который с гуманитарной точки зрения, вот человек сугубо такого гуманитарного мышления, он пытался осмыслить вот наши все проблемы, перед которыми человечество столкнулось вот на рубеже 20-го и 21-го веков. То есть это, прежде всего, идеи гуманизма, это идеи интеллекта, это идеи нравственных критериев для оценки тех или иных поступков. Не технократический вот этот вот подход, да, не позиция, что хорош только тот, кто там изобрел какую-нибудь новую модель смартфона и какую-то новую там технологию там внедрил, а хорош, наверное, тот, кто осмыслил, что эта технология, помимо там решения какой-то одной, может быть, там проблемы, принесет с собой еще. То есть не вызовет ли это технология новых проблем, гораздо больших по своему там содержанию, и не только по позитивному, может быть, и по негативному тоже. И вот тут вот как раз и важен именно гуманитарный подход к науке. И второй человек, которого я бы тоже назвал, тоже наш соотечественник, тоже уже ушедший мирной, это академик Капица. Это человек, который уже последние годы своей жизни как раз вот начал анализировать уже не физику, которой он занимался всю свою жизнь, а как раз начал анализировать вопросы соотношения параметров развития человечества, в том числе и демографии, о которой мы с вами вначале говорили. И у него, в общем, был такой достаточно оптимистичный вывод в отношении того, что человечество все-таки решится, в том числе и проблему перенаселенности, проблему нехватки ресурсов, борьбы за них. Но то, что это проблема, которую нужно решать, он ее достаточно четко обозначил. Обозначил, и я просто призываю всех по возможности читать работы этих двух выдающихся наших ученых. Лихачева и Капица. Василий Жанович, спасибо вам. Спасибо. Я напомню, что пытались осмыслить прошедшие 20 лет мы с профессором Московского педагогического государственного университета, доктором исторических наук Василием Цветковым. Интервью на Радио Спутник